Сельскохозяйственное производство – это важная отрасль экономики Кашхабльского района, в которой занято около 3 тысяч человек. В районе активно развивается как растениеводство, так и животноводство. Во всех хозяйствах района, по данным прошлого года, содержится 5 тысяч 12 голов коров, овец и коз – 19 тысяч 904 головы, свиней – 2402 головы. Основное поголовье содержится в личных подсобных хозяйствах и КФХ. Также отдельно следует отметить, что в процентном отношении в районе содержится около 42% всего поголовья овец республики. Многие КФХ с Кашхабльского района получили гранты для развития или открытия своего дела. Одним из таких людей является житель Кашхабльского сельского поселения Зехов Амин Газраилович. На днях мы вместе с главным специалистом управления сельского хозяйства Александром Федоровым побывали у него на ферме, которая находится в хуторе Игнатьевский. Хозяин принял нас радушно и гостеприимно. Наша беседа выглядела как открытый урок наставления молодым начинающим фермерам. Это очень актуально для молодых семей, для молодых животноводов, для молодых фермеров. Не надо бояться. Вот этот комплекс, вот этот ангар, по проекту миллион четыреста стоит. Мы сами его сделали за 450 тысяч. Мы сами его сделали. Это единственный. Я знаю, что от Ростова до Дагестана его нет. Потому что я на съездах бываю, на конференциях овцеводов бываю, в Калмыкии бываю, в Ставрополе бываю. Вот сейчас вы посмотрите. Мы его совсем по-другому сделали. Здесь должно содержаться 250 овцоматов. Все, 250 максимум. Понимаете? Почему 250 на такой объем? Потому что у нас здесь операторная будет. Операторная. Здесь душевая будет. Здесь водоснабжение будет. Тепло, теплая вода. Поилки будут. Здесь будет как бы механизировано. Кормовой стол для овец будет. Кормовой стол. Они не будут ни кормушек иметь, ничего. Будет длинный, широкий, на 4 метра кормовой стол. В котором будет заезжаться техника, высыпаться. Все. Они будут кушать и, естественно, и тут же будет производиться окот. Другой рядом с ним будет построено сарай для содержания приплода этого. Для откорма ягнят, который будет у нас произрастать, увеличиваться. Это будет называется площадка по откорму. На решетчатых полах. Они будут не на земле стоять, они на решетчатых полах будут стоять. Это своеобразная откормочная площадка. Пять месяцев кормим, 150 дней. Отрыв идет. Баранчиков 30 дней, Ярочек 60 дней. Поставили, 150 дней откормили. Мы уже испытания провели. Это 40-45 килограмм за 150 дней. И ягнятина вперед, до свидания, продавать и вывозить еще. У меня почему позднее сегодня? Вот сейчас я скажу. Вот почему у меня 18 февраля начинается окот? Мы его передвинулись. Почему? Потому что в связи с тем, что у меня окот идет за 24-27 месяцев три раза. Это получается за два года три окота у меня. И поэтому, вот представьте, если у меня 250-300 голов будет, маточного поголовья, три окота за 24-27 месяцев, это минимум 1100 голов будет. И получается в год у меня 500 голов будет от 300 овцеватов. Вот так она. Когда вы начали строительство этого окота? Мы его начали строительство. Это землю нам, глава района, дал в августе 2014 года. Мы зашли сюда в августе 2014 года, почистили его до декабря, в 15-м разметке все сделали и в 16-м мы это построили. Эти деньги у нас идут. Мы взяли грант 600 тысяч, своих добавили, купили 100 голов. Вот это испытание, вот это площадки по откорму, по производству баранины, как бы сказать, кормовая площадка, мы провели у себя в личном подсобном хозяйстве в течение трех лет. Пока мы привезли баранов, пока привезли это. И мы уже убежденные, и поэтому деньги, прибыль полученная от того, что мы купили грант, мы откладывали для строительства вот этой фермы. И получается за эти 600 тысяч провели эти деньги нам для того, чтобы построить ферму. Пожалуйста, я могу любую бумагу предоставить, расчеты наши, бизнес-план наш, как мы это все делали. Поэтому 600 тысяч, миллион, которые мы вложили в 2013-2014 году, согласно гранта, на производство содержания овец, у нас дало прибыль примерно полтора-два с половиной миллиона, чтобы это все построить. А теперь мы расширимся, уже и на прибыль пойдем. Дальше пойдем, дальше пойдем. Ну, конечно, да, мы еще чуть позже, годика через два, наверное, три мы подойдем к дуйным овцам. А вам сколько человек помогает вообще? На сегодняшний день мы без наемного труда, один человек наемный труд, у нас два человека. Вообще, по технологии на 350 овец нужен один рабочий человек. По технологии, которая будет механизирована здесь. Почему так будет? Потому что летом только будет полтора человека при заготовке. А зимнее время, когда будет механизировано 350 голов, это утром 3 часа, вечером 3 часа. Да, 6 часов, я думаю, нетрудно. Поэтому мы перейдем на следующий год уже к более активной наемной труду. Уже и оператор нужен будет, уже и это будет. У нас чабана не будет у нас. У нас мы будем загоны строить, которым будут постичь они. Поэтому у нас оператор, он там в лице будет и стричь, зачем кому-то деньги мне давать, когда можно оператору увеличить деньги. Он будет со мной заготавливать сено, почему бы ему не платить деньги. И поэтому я думаю, что мы подойдем к зарплате, к зарплате. Вот мы, я убеждаю своих членов, экономиста, сына Русика, мы сидим, почему не меньше 25-30 тысяч должен быть зарплата, которая со мной будет работать. Он будет получать его хорошо, он будет работать. И я думаю, почему, да, шерсть выходить, мы же шерсть, нам не нужно, нам мясо надо. Поэтому шерсть, это его будет оператора. Понимаешь, кому-то платить 100 рублей за одну голову, стричь, когда он спокойно, не спеша, 300 голов за месяц пострижет, она никуда не бежит. Понимаешь, это его деньги. Станки у нас уже есть. В настоящее время на ферме содержится 120 овцематок и 30 ягнят. Несомненно, чтобы дело стало на успешные рельсы, нужно где-то черпать информацию. С этим у нашего героя нет никаких проблем. Я как председатель Ассоциации практического отцеводства, мы сайт имеем, выходим, контакты имеем. Недавно мне с Испанией прислали отцеводы, как у них строится летнее содержание. И вышли на нас с Ярославской области. Вышли люди, которые содержат племенных романовских. У них шлейф большой. Вот представляете, 200 овцематок романовских по 300-600. 600 это 300 баранчиков. 300 баранчиков пасти, это у них, видимо, не знают, куда девать, потому что затраты на них большие. И они узнали, что у нас есть откормочная площадка на половых решетах. Вышли на нас, они приехали, посмотрели здесь, посмотрели, сняли, как это делается, посмотрели технологию. Все, вот недавно, уже в начале декабря, приглашали нас туда. Мы когда плачем вам деньги, все, одного представителя, потому что мы составили бизнес-план. 10 на 100 будем откормочных строить для овец. Понимаешь, они очень довольны, уехали, посмотрели. Дело в том, что если быстро не откармливать и на рынок не поставлять, баранину поставлять, очень, как бы сказать, неприбыльно. Ягнятина нужна. Мясо молодой баранины нужно, понимаете. 5-6 месяцев она идет. Например, мы в Сочи отправляем заказ, 370-400 рублей мы там отдаем. Ну вот вопрос, а рынок сбыта, то есть у нас не проблема. Вопрос качества стоит. Качество, значит, рынок есть. Качество, значит, рынок есть. Потому что у нас вот в последнее время заказы есть. На территории Адыгеи есть. У нас 50 человек клиентов ежегодно покупают. Они говорят, любое время, у вас телефон на вас есть, вы когда вы идете за бой, нам предлагаете. В прошлом году на Курман-Байраму у нас 65 штук купили сразу на месте и забрали и увезли. А сегодня просит в Сочи до 15 килограмм, до 18 килограмм Ягнятина. Они сейчас покупать за ценой не стоят, за качеством ему нужно. Качество, поэтому проблем нет. Я думаю, что... С кормом проблем не возникнет. Нет, кормозаготовку мы выровняли. У нас 15 гитар. Есть 15 гитар, из них 3 гитара немецкой травы сена и 12, 11,5, 12... Нет, 10 гитар люцерки у нас есть, 3 гитара есть немецкая трава и 2 такое, ну, многотраве, которые... И нас устраивает, потому что люцерку мы минимум 3 раза косим, 10 гитар, это 32, понимаете, это... Вот у меня люцерка, вот люцерка, мы кормим их люцеркой постоянно. Потому что она, люцерка, когда кормишь на 20%, на 20-25% меньше даешь корма этих зерновых. Как оказалось, Амин Газраилович по профессии юрист, полковник в отставке. Для нас было очень удивительно, как человек с совершенно другой специальностью может столько знать об овцеводстве. Вы сами по специальности, по образованию, кто просто... Нет, абсолютно, абсолютно. Все эти нюансы, все эти нюансы... Я мучился с этим вопросом, я 3 года сижу на компьютерах, сижу... У нас, вид, врачи хорошие, вот, и Жемухов Аслан, и Бижев Рашид, они нам помогают, и Районикова. Ну, я очень много потрудился эти 3 года, чтобы узнать досконально, как это все делается. Ну, я думаю, что это очень хорошо и великолепно. А как Вы вообще к этому пришли, чтобы заниматься именно этим делом? Мы были в научно-исследовательском институте Коснодара, Северо-Кавказском научно-исследовательском институте животноводства, овцеводства. Были в Ставропольском научно-исследовательском институте овцеводства, козоводства. Вопрос о чем стоит? Я встретился с новозеландскими работниками, которые приехали в Адыгеву, там, какими-то бизнес-проектами. Вопрос о чем стоит? Самым качественным мясом, что ни говори, остается на сегодняшний день на рынке, это баранина и индюшатина. Бараниншку не накормишь химией. Индюшку не накормишь химией. Понимаете, в чем дело? И поэтому качественное мясо, которое и постоянно оборот денег, если идти по такой технологии, постоянно. Много мощностей надо на молочко. Это землю, технику, лизинг, там кредиты, деньги, рынок молока сбыт. Если сам его не производишь до конца, до прилавка не доводишь молоко, очень нерентабельно там. Вопрос от корма скота 18-12 месяцев, 12-18, 12-16 месяцев. Это тоже такое. А мы прошли, мы же держали дома, дойных коров держали, откормочных держали, быков мы калмыцких выращивали. А потом мы сели, подсчитали, когда с новозеландскими овцоводами я встретил, они подсказали, у тебя территории мало, мы тебе этот проект, меня они прислали, перевели мы с английского языка, у меня дома лежит. И вопрос стоит, этот проект, он очень, если кто хочет заниматься овцоводством, этот проект нам очень пригодится к территории Адыгеи, даже Казадарского края, потому что у нас пастбища мало, это мало земли немного, но качественно его используют, дает производить мясо больше. Понимаете, вот, например, на 15 гектар там пастбище, и на 7 гектарах я буду содержать 300 овцоматок. Вы можете представить, чтобы 300 сегодня держать в Майкопском районе, это минимум 250-300 гектар надо. А я не буду их, потому что, если там 3, вот 15 гектар, 10 гектар люцерки, 3 окоса, это 30 гектаров, да? Если один окос я продам и куплю себе зерновые, устраиваю, один на растраты пойдет, один окос мне хватает. И все, зачем мне его там столько гектаров надо тратить? И поэтому он подходит к нашей местности, где интенсивное земледелие, там всегда пастбищ нет. Правильно? Нету. И теперь приходится, вот мы почистили 7 гектар, мы их по секциям разобьем по гектарам, у меня будет 7 гектаров, ну здесь не хватает еще 3 гектара, но ничего, и каждом гектаре 300 голов 2 дня будут пастись. А 2 на 7, 14, мне не хватает еще 2-3 гектара, здесь, например, здесь, чтобы пока он вернется, я буду поливать каждый отсек, чтобы она вырастала обратно через 18-20 лет. А в дальнейшем как вы хотите решить эту проблему? Есть возможность расширить, получить эти проблемы? Здесь я не знаю, если получится, получится, это не проблема, мне до пастбища гнать на 15 гектаров, не так уж много, 4 километра, а я думаю, что это, я думаю, что уже мы на дороге, я думаю, что мы это решим проблему. Главный герой нашей программы может заинтересовать своими рассказами абсолютно любого человека, даже женский пол. Это с Воронежской области, Панинский район. Вот таких у меня 2, чистокровный тексель, его нету нигде. Это голландский тексель, которым мы попросили, нам помог главный ведврач Адыгеей Хаконов Амин. Мы поехали, на территорию Адыгея мы завезли таких 7 штук. Помните, в прошлом я говорил, кому надо, 10 штук нам дают на Адыгею, мы привезли 2 штуки. Это соль, моль, пожалуйста, они вот сидят. Вот здесь будет кормовая площадка у меня, вот это все будет они. Вот на уровне вот этого будет кормовая площадка, вот тут. И очликованная мраморная крошка по бокам, чтобы они ели, и выхать куда. Поилочки будут теплые. Вот, пожалуйста, Саш, посмотри, разве это плохое сено, это мое сено. Это, понимаешь, это люцерка, что это плохое сено? Абсолютно. Вот люцерка натуральная. Вот, вот Уруб-2, Уруб-3, это Эйнштейн. Понимаешь, вот они, это Урубский племсовхоз. Почему они нам? Это мясные, чисто мясные. Вот это, это производитель, от них уже, вот посмотрите, то, что похоже на них уже у меня есть. Вот это, что, южно-мясной, 60% текселя в ней крови. И поэтому дает больший рост, активно растет. Это вы откуда привезли? Это Урубский племсовхоз. Вот, что Краснодар нам посоветовал, научно-сельский институт. Это бедный Кондратенко Николай Инатьевич, царство любезно. Он привозил с этого, с Новозеландии, на этой базе они сделали южно-мясную. Скрестили себя на Кавказскую и тексели. Получился вот южно-мясной. Вот видишь, какой, вот у нас он, это у нас герой. Понимаешь, его брата мы отдали в Теучейский район. Попросили, у нас это, это Эйнштейн, а тот Уруб был. А почему у вас такие имена интересные? Уруб мы пошли по Урубскому племсовхозу, а это внук. В беседе с нами Аминзехов особенно отметил, что это первая зимовка для овец. И в связи с этим им необходимо уделить наибольшее внимание. Это двери, как разъемные. Хочешь метр открывай, хочешь два открывай, хочешь три, тёчки. А это складочные двери, мы тоже его взяли, от своды прислали. Это сейчас начнет мешать, Жень. Жень, запускай, давай. Хоровай, хоровай. Жень, нагло, нагло, притай. Все, все, все. Хоровай, хоровай, хоровай. Хоровай. Я, я фарфу, надо, да, Вильдер. Серьезно, как они к ним мешают? Не, не, они приспусно, стандартные, 30 сантиметров, как-то не горит. Да, 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 полагаю. Жень, все, давай, все, молодец, молодец. Ты холёс, холёс, да? Жень. Хорай. Я скажу, великолепный проект. Мы сами собственными руками его сделали. Начали в июне, закончили в ноябре. Свет, тепло, уютно, красота. Ходить приятно. Вы, кажется, день здесь бываете? Все сами как-то. Нет, мы, дело в том, что мы должны здесь быть, это первая зимовка наша. Это сейчас охот начинается. В новом месте мы должны через себя пропустить. Это все, понимаешь? Я должен принимать охот, я должен посмотреть, я их взвешивать, бирковать. Понимаешь, здесь вопрос о чем стоит? Нам, у нас есть человек, который хочет заниматься, хороший человек, но он говорит, научите меня, я тоже потом, в дальнейшем. А учить это, что только с ним надо. И поэтому здесь же идет что? Вот эти черные, это от Иштейна покрытые. Понимаешь, белые покрытые южномясными вот этими урупами. Теперь я должен их бирковать так, чтобы потом, когда следующий охот был, это поменять их обратно. Чтобы плов мясная была у всех. И поэтому, где меньше 3,5-4 килограмма, я этих овец буду отброковывать. Потому что у меня в прошлом году охот был до 7 килограммов. Это вообще, вред врач приехал, а я впервые вижу. 4,5 и 4,100 грамм двойняшки катились. Потому что 9 килограмм. Какие ближайшие группы стоят, чтобы построить паркушку вообще все работы для наших? С этим комплексом? Да. Мы не спешим до следующего. Потому что сейчас весной мы их выгоняем. Это только зимнего содержания будет. Здесь весной не будет, летом. Вопрос о чем здесь? Многие путают тут ангар, она тут с земли, на воздух много. Нет, дорогие мои. Он зашел сюда 1 декабря, 1 марта вышел. Отрезанное ухо и климер, да? Клин сделан вот там. Это просто отрезанное, да? А у меня еще щель сделана. Это тройняшки. А просто отрезанное двойняшки. А если вот белковатая, одна. И вот мы собираем тройняшки, двойняшки. У хозяина фермы есть верный и надежный помощник. Собака по имени Джек, которая успешно управляет стадом. И что удивительно, они ее совсем не боятся. Вот еще один интересный факт, о котором мы узнали, просмотрев небольшой видеоотрывок. Это то, когда свое хозяйство не только тяжелый труд, но и в своем роде развлечение. Так, пошли. Утреннюю пробежку. Пошел. Шшшшш. Пошел. Кто первый? Пошел, 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 пошел. Пошел, пошел, пошел. Пошел. Кто? Кто? Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп. Азат. Раз, два, три. Пошел. Пошел, 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 пошел. Пошел, 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 пошел. Кто первый? Кто первый? Ура! Прибежали! По словам Амина Зехова, в год на одну овцу хватает 1546 рублей. Если она потом приносит прибыль в размере 5000 рублей, то этого вполне достаточно. А меньше это невыгодно. В сутки ягнята должны прибавлять в весе 200-250 грамм. Если же этого не происходит, это значит, что мать больная и нужно ее выбраковывать, говорит он. К большим изменениям в жизни все члены Семизеховых отнеслись с пониманием и всесторонне помогают. В беседе с нами Амин несколько раз повторил, что не нужно бояться новых начинаний, ведь получение гранта – это большое подспорье. Люди, которые получают грант, это большой скачок для людей, это хорошее подспорье. Я вот смотрел, сколько людей получили грант, кто занялся конкретно, именно по назначению пустил, все сегодня довольны и ходят. Это, если посмотреть в Адыгее, я посмотрел, за три года 32 миллиона на овец роздано, там есть сумма. Если посмотреть сумму гранта, выделенной правительством Адыгеи, гражданам Адыгеи, территории Адыгеи, это маленькая столопинская реформа. Вот таких денег вливать в Адыгее никогда не вливали. Понимаешь? Поэтому я думаю, что особенно молодежи. Вот обращение к молодежи. Ну, молодым фермерам, я думаю, не надо бояться, надо это делать. Я скажу, это очень просто. Это очень просто, но просто надо взяться и сделать. Десять гектар человек, который имеет, он может такую ферму построить, откормочную площадку и жить безбедно. Десять гектар. У меня семь с половиной гектар здесь. Семь гектар. На семи гектарах я буду содержать 300 голов. Можете представить? Поэтому я думаю, что молодым овсоводам, молодым семьям взяться и построить. Мы готовы предоставить бизнес-план. Мы готовы предоставить схемы. Мы предоставим расходы, сколько идет материал на каждое. На содержание на решетчих полах, на содержание это самое. Расходы корма, расходы энергии. Мы уже все прошли. У нас бумаги есть. Пожалуйста, любому человеку за сучьем Жакова будем помогать, кто хочет. Особенно молодежи, молодым фермерам. Вообще, как Ваша семья отнеслась к тому, что Вы хотели заняться? Первым долгом мы в семье сели, сами мужчины, сели и обсудили, что занятия сельским хозяйством, фермерским хозяйством, почитали и крупный рогатый скот, и молочный, и сами обсудили. И пришли к выводу, что к этому направлению идем. Мы сами сперва обсудили себя. Потом всех членов семьи пригласили, что у нас будет неудобство и режиме семьи, и детям, и жене, и невестам, потому что занятие это будет круглосуточное. Понимаете? И проблемное. На первых порах пока остановится. Ну, все согласились. Я думаю, что кто хочет заняться семейным, фермерским хозяйством, они первым долгом должны сесть дома, внутри сказать, да, мы идем по этой дороге. И будет удача. По тому, как Вы говорите, я поняла, что Вы не жалете о том, что Вы вообще... Абсолютно. Абсолютно. Это один. Следующий другому сыну, наверное, мы построим дойных овец. Обязательно мы построим. Потому что сегодня... Где овечье молоко? Где овечьий сыр? Овечьий сыр на рынке стоит 5000 рублей килограмм. Где его сейчас? Почему нерентабельно? Если сегодня... Вот эта овца, вот эти, что мы посмотрели раз, подоили, у нас 10 овец после окота подоили, мы взяли, ну так, для интереса. 10 овец дало нам 5 литров. Это 500 грамм дают они, чтобы кормить своих ягнят. А если взять 500 грамм, которые дойные овец сейчас есть, вот Крознавский край завез, это что такое? Это великолепно. Это 100 дойных овец, это получается, если даже по 500 грамм, да? Это сколько у нас? 50 литров. Она должна являться 30% сыра. А остальное должно быть коровье. Вот теперь добавь 70%, сколько? 400-500 литров разбавляет 50 литров овечьего молока. А с него сколько можно сделать? Это 100 кругов сыра. 100 кругов сыра по килограмм, да, что? Это вообще большие деньги. Вопросы говорят, рабочих рук не хватает. Рабочих рук не надо. Нужен человек, не надо чабана иметь, не надо другой иметь. Человек должен быть называться оператор. Он у тебя и пасет, он и стрижет. И не надо жалеть денег. Деньги пожалеешь, потеряешь все. Деньги. Если чего мало плочишь, он больше спит. А если больше плочишь, он больше работает. А если больше работает, и за окотом следит, и за кормом следит. Он как за своим имуществом следит. А кто за малые деньги усердно работает? Никто не работает. В заключении нашего сюжета можно сделать вывод, что юрист, полковник в отставке, председатель Ассоциации практического овцеводства Республики Адыгея Амин Газраилович Зехов это, не побоюсь этого слова, ходячая энциклопедия. За каких-то три года он смог узнать все самое необходимое для открытия и развития своего бизнеса. А секрет его знаний буквально прост. Вот смотри, что такое. Учебная книжка Чабана. Вот где найдите ее сейчас, кого-нибудь. А вот это. Овцеводство и козоводство. Руководство для заведующей фермы. Все. Вот с этого я начал, вот с этим закончил. Начал Чабаном, закончил заведующим. Хочется пожелать Амину Газраиловичу и его семье, а также всем тем, кто пойдет по его стопам, успехов в этом нелегком деле.